Начинаем нашу пресс-конференцию в рамках выступлений департаментного управления Харьковской областной администрации. Сейчас перед нами руководитель коллеги Саранча, начальник управления Госземельного Кадаса, главный управления Госгеокадаса Харьковской области, Эндрид Шапавала, бюджет Харьковского регионального филиала, государственного предприятия, центра Государственного земельного кадаса. Прошлось, Василий Иванович Матчин. Добрый день. Присутник судей. Я хотел бы познакомиться, что на сегодняшний час, как и в Украине, в Харьковской области, проходили реформирование Держземагентства, которые раньше были в службу, в службу, в службу, в службу геодезии, катаграфии и кадастров. На сегодняшний день в Украине уже в Державном службе геодезии и катаграфии в Харьковской области, сформирована структура ГУ в Харьковской области, которая состоится из 21 Украины, отдела земельных ресурсов в районах области, и 7 Украины Держземагентства, это связано с тем, что 1 Украина в Харькове и 6 Украина, это есть места областного значения. Призначение керевников на эти посадки, как и в районных отделах, так и в областном управлении, проходят на конкурсной основе. На сегодняшний день пройшли конкурс, пройшли співбеседу, співбеседу мы могли, как и проходить конкурсу, как и сдача испиту, спостерегать онлайн-трансляции, которая развивалась, и также пройшла співбеседа. На сегодняшний день пройшли начальник головного управления и 12 керевников районных отделов управлений земельных ресурсов. Затверджено положение ГУ Державного кадастра. И так же, что хотелось сказать, основные направления на сегодняшний день «Станавливают рынок земель, грошовая оценка земель, геодезия, категория, регистрация и кадастра, распоряджение на землю без зерозпризначения, админпослуги, землоустриб и оборона земли». «Це, что касается структуры и основных направлений работы ГУ Державного кадастра в Харківской области. Также хотелось бы сказать, что по каждому из основных направлений, которым занимается ГУ Державного кадастра, то на сегодня, хотим бы сказать, что касается ГУ Державного оценки земель и населениях пунктов, она полностью проведена по 1755 населениях пунктах Харківской области в 2013 году. ГУ Державного кадастра в Харківской области, через 5-7 лет проходит обновление оценки. На сегодня потребует обновление 113 населениях пунктов Харківской области, 12 уже в работе, на 96 населениях пунктов, внесені в программу земельных выносин и залучаются 2,7 миллионов пощей и трат сельско-сполевского и лісого-сполевского виробництва на выполнение цих работ. Что касается рынка земель, проводится уже сформированный перелик 344 земельных дилянки, которые выставляются право оренди, выставляются на торги. У нас проведено 5 торгов и 6 земельных дилянок. Что касается ГДЗ-картографии, это очень новое направление, но в основном оно сформировано на том, чтобы ГУ было политику в плане створения геопросторовых данных, створения технических стандартов, порядков для выполнения геодезичных и топографических работ. Что касается напрямую кадастров и регистрации, это связано в основном с наполнением базы данных. На сегодня существует Национальная кадастровая система, которая предпочитает внесение всех данных щодо права и користирования земельными дилянками в эту систему и регистрации земельных дилянок. Что касается экспертизы, на сегодня это невъемная часть, и работа проводится в плане того, что при выготовлении проектов земельных дилянок или технических документов, и регистрации, которая принадлежит закону про экспертизу. Земную строчку и охрана земель – это координация деятельности в направлении выполнения землепорядных работ и работ, связанных с охранными земельными. Здесь у нас есть и, будем так сказать, выготовление государственных актов, даже не государственных актов, документов на земельные части ПАИ, также выготовление документации не конкретно Головного управления, а через відповідные предприятия, которые имеют на это право, документации с охраной земельными. Иначе, напрямую, это администрация. На сегодня и действие не только в Каркевской области, а в Украине – это надание административных послуг щодо регистрации, а также витягов и других информации с катастрофой системы, гражданам этих данных. А также, значит, уменьшение, будем так сказать, других, ну, на сегодня мы понимаем, питание дотиков до непосредственных виконавцев, как на сегодня мы имеем ситуацию о изменении коррупции, то ци питания, ци админпослуг выдаются через центр админпослуг. Значит, они, сформированные центры, в каждом районе и в городе, и вся информация выдаётся через ци админпослуг. Что касается распоряжения сельско-землем, на сегодня залишается вопрос за Главным управлением Державного управления в Каркевской области. Все державные земли сельско-господарского призначения, в том числе и сельско-господарские угодья, они надаются через Державного управления. Порядок и система есть, они отработаны. Значит, на сегодня можно сказать, что более 40 тысяч земель в загальную площадь наданы дозволы и частково запряжена документация по этих землях. А в загальной количестве, если взять эту землю запасную резерву, то на сегодня мы имеем цифру около 128 тысяч сельско-господарских земель сельско-господарского призначения, на которые имеют право распоряжаться главным направлением сельско-господарения. Державного управления филея «Инвентаризация земель при здействии сельско-господарением землеустрою, топографовые, дизлительно-катографические работы, выполнение работы из зоноеваний територий, окременно науково-доследовательных работ при здействии сельско-господарением Свою деятельность филея действует на представе договоров, договоров, которые укладаются беспосредельно с замоками, как физическими, так и юридичными условиями. Кратко, спасибо. Спасибо. Уважаемый журналист, пожалуйста, у вас есть легенда по вопросам. Пожалуйста. Представляйтесь. Андрей, а начальника, у нас есть следователь вести. Скажите, пожалуйста, вопрос к вам спикерам, если это в вашем ведомстве по делению земли воинам АТО. Какой объем, какие документы подавать в какие организации? Есть ли в вашем выпуске? Спасибо. Спасибо за вопрос. Значит, на сегодня у нас есть, мы ведем, ну, будем так сказать, звитнеси на Держземагентство, Держземагентство по платной функции про то, чтобы приймать учасників, як и АТО, а також про выделено земельных делянок учасникам Майдана. На сегодня выделено, не выделено, принято 7 заяв по учасникам Майдана. И, значит, на земельные делянки садинства и строительства и строительства жилых домов. По двоих земельных делянках надано затверджение земельных делянок наказами головного управления. Что касается учасникам АТО, на сегодня мы имеем 206 заяв, поданных учасниками головного управления. 100 по 185 заявок, наданных дозволов на розрубку документации, ну, будем так сказать, на розрубку проектов. И на сегодня из 185 27 проектов, это 26 по для ведения особистого селянского господарства и 1 по садинничому товариству садовой делянки, затверджені. Останние в работе, то есть, чтобы вы понимали, между наданием наказа про дозвол на розрубку проекта, проходят определенный час. Все заявки, которые поступили до головного управления, они задоволены. Спасибо. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, какие документы, какие требования с дизойной заявкой до... Какая практика уже привезла? Практика показывает, что не меньше, будем так сказать, все зависит от выготовления документации до, будем так сказать, півроку. Людина сдаёт документы. Головное управление... Кстати, я хочу сказать, что до всех наших районов и так далее, не меньше, складено перелік и пошаговые дии заявника по подаче заявок, и выполнению... Тобто, громадянин, учасник АТО, он, будем так сказать, он мает желание отримать ту или иную земельную работу, особистое селянское господарство, или садебничество. Он, будем так сказать, визначается с местом надания ци земельную. Такое, как он считает. На сегодня он подает документы. Это заявка, это свое подтверждение, что копия паспорта, кода, и также подтверждение, что он был учасником, или есть учасником Майдана, или, если у антитеррористической операции, то есть учасником АТО. Есть соответствующая форма. Он задает головное управление Державого кадаста в Кракеевской области. Это заявка с выкопированием, где желание отримать земельную билянку, она силается в районный вид для отримания информационной доведки про эту земельную билянку. Она не должна быть в властности користирования другой, она должна быть в этом месте, и она должна быть относиться до тех сельско-господарских земель державной властности, которые имеют право распоряжаться главным управлением. В день, через день эти материалы поступают для нас, и мы если все материалы верны, доведка, нет никаких заперечений, я имею в виду, в этом месте, нет никаких ограничений, нет никаких прав на эту диланку, готуются протягом 10 дней документы, и тут процедура трешки така, она где-то взагалі складает до 45 дней, в плане в чем, потому что мы всю день эти материалы обработали, и мы должны поведомить відповідно сельские ради своими местами по-другому, что мы должны надеться на земельные диланки, чтобы они не были мотивованы для надания. Но, несмотря на такой термин, его можно протягом, если не поступило заперечений, мы можем принять решение протягом 20 дней про надание дозволу на разработку проектов диланки. Ромадянин, маючи цей досвід, месяцев, готовятся документы. Потом эти документы передаются в районный отдел, погоджуются, проходят регистрацию и внесение в национальную безопасную систему и передаются нам для задержания и надания наказа передачи властей земельной диланки. Ванна Сергеевич, я хочу сказать, что все земли, которые были с черты области, в черты Харькова, правильно оформлены, потому что возникают ситуации с двумя адресами. Есть ли лицо, у которого адрес еще в области, у них будут реформы и туда же, наверное, участок, но уже с новым адресом Харьковским, оформили другой. То есть, как ситуация справится с документацией? То есть, вопрос о предзаменном территории города Харькова, много частного сектора предзаменного и так далее. Ну, насколько мне известно, городской совет уже давно провел новое переименование адресов этих улиц. Что касается адресов, я не совсем понял, что там есть одно, и второе, это что, допустим, в конкретном случае, в гаражной территории, у них адрес в области, только подавали запросы в госсовет и не смогли добиться нового адреса, то есть, не предоставляли им, допустим, не увидели его. В то время, пока не добиваются этого адреса, еще не оформили его из области в Харьков, поскольку находится уже в черте Харькова, на этот адрес не дана документация к другому предприятию, тоже гаражному, но они начинают застройку как бы свою. Вот такой вот вопрос. Насколько это реально документально? Я понял, если на примере конкретного объекта, я, наверное, не смогу ответить, что я не в курсе, мы не занимались этим вопросом. Порядок присвоения адресов есть обманемическая комиссия при госсовете, и я, честно, первый раз слышу, что у вас возник какой-то вопрос с присвоением адресов. А конкретно по возможному участку вам, наверное, более достоверно смогу сказать представители госсовета земельного управления или управления в госсовете в городе Харьков. Я как проектная организация работ по этому объекту не делал, поэтому просто не в курсе. Прошу. Точнее, я уже в другом вопросе по области, тоже в администрации в любом случае. Поляна. Далее, допустим, идет в процессе оформления документация на полях, но оно уже засеяно. Реально такое и что находится за такое? Если организация только оформляет на эту землю документацию и есть подтверждение, что оформляет, но поле уже начало засеять. «Разумите, ситуация так аж. Если чётко по закону, приступить до оборудовки земельного диланки, после ее регистрации и получения документов, которые подтверждают право властности и право оборудования. То есть сегодня мы можем оборудоваться по закону оборудованию земельного диланка до отримания договора оренди подписанного и зарегистрована в силу зиму. Питание сегодня дает инспекция сель-госинспекция, хоть она не в полной мере, но это вопрос функции контроля именно на тоннель. Спасибо. Спасибо. Еще уточнение Тараса. А до вас, пана Васильевич, что до військовых оборудований, какая цифра резерв земель для військовых есть в областях? Максимум, минимум. На какую диланку можно рассчитывать у нас 12, другая уточнение, и третья, какие районы включились, где выдано, где наиболее статистично? Дякую. Значит наше, у нас как бы разделение это для граждан Украины, ну они и те, и та, и другая, и другая, и другая часть есть гражданами Украины. Разделения для земли, это чисто участники АТО, а это чисто, которые живут, они не имеют. Они есть в соответствующем районе, но могут, будем так сказать, они для населенных пунктов не всегда будут в том объекте. Зваживши на это, и на сегодняшнюю ситуацию, вели первочередное, будем так сказать, не резервирование, а будем так сказать, ну, и наше не збережение, а отдельная часть земель из этой кислоты, я сказал, что это до 128 тысяч по области, но они в разных районах эта кислота может быть другая. Она может накопить в соответствующей районе, например, 200 гектаров, а в другом трёх трёх меньше. Но это не проблема, человек может взять и в другом районе. То первочередливость мы ввели для участников ВТО. то они в первую очередь и вертаются, и есть, будем так сказать, ну, хай так будем так называть, резерв для именно учасників ВТО біля тих или інших населенных пунктов. Что стосується по району, на сьогодні ми маємо таку цифру, что майже уси, кроме четырёх районов, ну, Балаклійський, Барлинківский, ну, Харькову не было заяв учасників ВТО про видимость земельных дилянок. Загальна кількість заяв 203. Для чого зверталася найбільша кількість заяв это 166 по видению земельных дилянок для ведения особистого селянского господарства до 2 гектара. Ну, десь, будем сказать, 15 земельных дилянок это для садяния и для строительства строительства три земельных дилянки невеликой кількости. В основном берут земельные дилянки сельгосп призначения для ведения особистого селянского господарства. Ці земельные дилянки расположены за межами населенного. не может их продавать, это же ее власть? Да, ее власть, но продавать сельгосп не правильным. Сьогодні земельные дилянки можно сдавать в оренду, получать орендную плату и зберегти цю дилянку на певный час и она будет приносить прибуду. Но я же вам скажу, сьогодні из загальной кількости наданных дозволов 166 по видению земельных дилянок для ведения особистого селянского господарства. 26 уже отримали наказы, остальные выготовляют документы и отримают. Это реально активно. Это не ревень подав заяву, это уже дозвіл. Она уже сдала документы, отримала дозвіл на разработку документов. Вона разработала документы, они соответствуют и отримают власть. Правила касаются тех, кто входит в список технической сотни? У нас есть правила отримания для всех одинаковых. Только для участников Майдана и АТО это большая черговость. У меня такой вопрос. Скажите, почему за столько лет не стало возможным управление земли под высоковольтными линиями электропередачи? Это государственное предприятие магистрально-электрическое село? Если ответить на это вопрос, то есть проблема даже не связана с каким-то не решением вопроса. Линии электропередачи, которые належат тим или другим предприятиям, потому что предприятие Гарьково-Энерго, за их они мают право оформить земельные отделения. Тут нет вопроса при строительстве строительства или строительстве в цих линьях, оформлять документы, оформлять их и мать на них право користовать. Ситуация знайома, и тут виникла в деякому плане, что не оформивши цим предприятиям, которому належат линьи электропередач завчасно, ці мережи попали на основном по землях, которые распаянаны и выданы гражданам на пай. Там просто есть такая ситуация. Но на сегодня мы будем так сказать, эта работа может проводиться, но есть вопросы, что не можно оформить. То есть уже прошло 23 года, эти линии были до развала Советского союза построены, и за 23 года не было возможности оформить стратегически важными объектами земли. Понимаете, что значит не было возможности? Возможность была всегда. Если изначально, то перед тем, как строить, нужно отвести земельный участок. Но учитывая важность тех или других объектов, определенное время, правильно вы говорите, лет 20-25 назад, сначала строили, потом отведили земельный участок. Но тогда было немножко проще, потому что на то время существовали колхозы, самхозы и так дальше, в которых земля была постоянно в пользовании. То есть она оставалась государственной, но была постоянно в пользовании того или другого предприятия. И учитывая стоимость этих, потому что опорного, вы сами можете представить, да, линия проходит несколько десятков километров, и через определенное количество метров пятьдесят, или сколько, зависит от мощности, ставятся столбы. есть, будем так говорить, эти самые годы, что под этот столб отводится не именно там 30 на 30, а именно охранная зона. 2 на 3 и так дальше, все зависит от опоры. Пожалуйста, предприятие может обращаться и тогда, были структуры, и тогда были органы земельных ресурсов, и оформлять. Но... Что случилось? Не, ничего не случилось, они могли, но это было, с одной стороны, затратно. С другой стороны, возникал простой вопрос, и чтобы мы все с вами понимали, есть линия электропередачи, это бетонный столб, и в нем охранная зона 2 на 2, 4 квадратных метра. Сейчас ты решишь более 110 метров? Нет, ну, есть металлические, те, которые больше 1 метра. И представьте, среди поля это идет опором, и 4 квадратных метра это только на одну опору. Не используют, то есть, зарастает, то есть, этому предприятию, которому будут переданы эти земли, они должны проводить определенные работы. То есть, уничтожать там сорняки, и так дальше. А вот эти опоры, под те, которые вы говорите, высокомощные, и металлические, пожалуйста, оформляй. Оформляй. Но, видно, это предприятие учено, что можно пользоваться определенное время. Ясно. Следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, какая статистика самозахваток в Тарькове и в Тарьковской области? Как с ними борются, и как возможно ли легализация этих земель? Информации у меня нет, по простой причине. Что в госземагентстве, что в геокадасте функции контроля за сопровождением сельхозземель и их использования нет. Есть инспекция, но она пока почти что даже нет. А до этого у нас существовала сельхозинспекция, на которой было положено функции контроля за использование и за самозахват. . . . . Спасибо большое. . .